Всем привет! Исходя из темы косметики, которую мы готовили, в моих предыдущих видео вы сможете найти антивозрастные и омолаживающие кремы, гели и бальзамы. Но сегодня я поделюсь необычным рецептом, который входит в линию косметики для мужчин. Итак, мы будем готовить крем-гель после бритья. Я уже давно разработала этот рецепт, но очень хотелось, чтобы он был максимально простым и все было так, как мы привыкли. Водная, масляная и активная фазы. Поэтому сегодняшний крем будет очень прост в приготовлении, но действенный в использовании. Что же будет входить в состав этого крема, что он будет обладать свойствами заживления, регенерации и успокоения кожи после бритья. Например, для водной фазы я взяла гидролат розмарина. Он применяется для раздраженной и воспаленной кожи. После бритья очень часто бывает именно такая кожа, поэтому гидролат розмарина подходит для этого рецепта как нельзя кстати. В жирную фазу у нас будут идти масла, которые также будут снимать раздражение и успокаивать кожу после бритья. Сегодня мы используем масло зародышей пшеницы и косточек абрикоса. Ну и немаловажные ингредиенты находятся и в активной фазе, где у нас есть и допантенол, и гель алоэ вера, и замечательное эфирное масло пачули. Приступаем к приготовлению и сперва отмеряем водную фазу. Сегодня я буду готовить 30 грамм крема и для такого количества мы возьмем 13 грамм розмариновой воды. Сюда же идет ксантановая камень для того, чтобы у нашего крема была гелевая текстура. Ксантана нужно отмерять на глаз, но для того, чтобы у меня получилась вот такая вот консистенция, мне понадобилось 0,12 грамма ксантановой камень. Почему мы сперва отмеряли водную фазу? Дело в том, что сейчас нужно дать время к сантану набухнуть. И пока мы будем отмерять масляную фазу, этот процесс произойдет, и мы смело сможем поставить 2 емкости на водяную баню. Теперь переходим к маслам. Итак, масло зародышей пшеницы 4 грамма. Масло абрикосовых косточек 3 грамма. И масло ши 2 грамма. В качестве эмульгатора я использую Планта М 1 грамм, так как именно этот эмульгатор подходит для таких гелевых легких текстур будущего крем-геля. Все. Теперь ставим 2 стаканчика на водяную баню до полного растворения эмульгатора в масле. Мы ставим именно 2 емкости на водяную баню, так как очень важно, чтобы и масляная, и водная фазы были одинаковой температуры. После того, как мы сняли 2 фазы с водяной бани, мы вливаем масло в воду и сразу же начинаем перемешивать мини-миксером. Мешать можно 30-50 секунд, после чего отложить миксер в сторону и мешать уже ложечкой. Так как наш крем еще горячий и не достиг такой температуры, чтобы добавлять в него активы, то мы, мешая крем ложечкой, остудим его до 40-35 градусов, и при такой температуре уже можно будет добавлять все оставшиеся компоненты. Теперь переходим к активной фазе. Итак, Диапантенол 2 грамма. Далее добавляем Нуф, натуральный увлажняющий фактор, 1 грамм. Также в рецепт входит гель Алоэ Вера 1,5 грамма. Это универсальное противовоспалительное средство, которое очень быстро помогает избавиться от раздражения и покраснения кожи. Также я использую экстракт Алоэ 0,5 грамма. Из эфирных масел я выбрала эфирное масло Пачули 8 капель. Ну и напоследок добавляем консервант и мужскую одушку Allure Chanel. Ну вот мы и справились со своей задачей и приготовили замечательный успокаивающий противовоспалительный крем-гель после бритья. А с вами была Диана и сейчас я вынуждена с вами попрощаться до следующего выпуска. Пока, до встречи!